«Глупость», – как говаривал Альберт Эйнштейн, – «безгранична». И если у кого-то еще были сомнения в отношении слов великого физика, то, глядя на президента Зеленского, эти сомнения тают просто как сосулька в 30-градусную жару. Ведь такого количества эпических зашкваров, как демонстрирует Голобородько, не делал, вероятно, еще ни один публичный политик в Украине. Последний эффектный перформанс от предводителя 95-го квартала произошел буквально на днях, когда наш героический мальчик Зе отправился встречать самый большой в мире самолет Ан-225, который якобы привез в Украину необходимые защитные средства во время карантина. Как и полагается, самолет был встречен с почестями и снимки встречи улетели на официальные аккаунты главного Зелебобика. Но тут произошло страшное. Оказалось, что данный самолет вез товары не гуманитарного свойства, а вполне коммерческого, которые предназначались для сети строительных гипермаркетов Эпицентр, которые по непонятным причинам во время карантина переквалифицировались из строительных магазинов, продуктовые лавки и аптечные киоски, где успешно банчат как цементом, так и парацетамолом. Получается, Зеленский в данном случае выступил в роли обычного экспедитора, которого попросили проконтролировать получение партии товара. Судя по всему, Зедь так и не избавился от своей халдейской сути, в которой он провел большую часть своей карьеры, обслуживая корпоративы и свадьбы. Скучает, видимо, величайший лидер современности за простой и понятной работой. Без хейта и высмеивания. Данная вопиющая ситуация в очередной раз демонстрирует, что Зеленского просто-напросто играют в темную, не сообщая и не объясняя, какой самолет он идет встречать. С чем этот самолет? Того и гляди, скоро будет реальную контрабанду принимать. А что, вон Эрефия кокаин дипломатической почтой возит и... Ничего. Нет, конечно же, мы его не жалеем. Потому что объективно считаем его виновником и лично его зашкваров и всего того трэша, который происходит в стране. Но так разводить бедного КВНщика на подставы – это, судя по всему, открытое пренебрежение его должностью. А вообще, очень похоже на то, что ситуация с грузом для строительных гипермаркетов «Эпицентр» станет эпицентром тряски, от которой по рейтингу «Зе» пойдет большая трещина. Потому что хавать подобную дичь тошно уже даже его электоральным терпилам. Зеленский сдает по всем фронтам. Его видосики с обращениями вызывают уже не смех и даже не жалость, а реальную злость от бездействия. Новосозданное «зеленое правительство» демонстрирует верх неадеквата по вопросам карантина, закрыв все небольшие предприятия и рынки, но позволяя беспрепятственно торговать крупным сетям супермаркетов, строительным гипермаркетам и ресторанам киевских бандюков, попавших в Верховную Раду по спискам партии Зеленского. Плюс правительство «Зе» решило еще поиграться в крепостное право и запретить выезд на работу в Европу украинским гражданам, которых уже заждались по всему миру. Реальные антинародные действия «зеленой» власти идут один за одним, особенно учитывая, что вся страна сидит на карантине. Полиция Авакова в десятером ловит мужика в трусах в Киевском гидропарке, но в упор не видит работающий во время карантина ресторан в центре столицы. Сети супермаркетов получают огромнейший выторг, когда как малый и средний бизнес находятся на последнем издыхании, продолжая платить налоги, аренду, содержать сотрудников и самого себя. Глупости этих действий уже не выдерживают представители местной власти, которые в буквальном смысле объединяются в коалицию, чтобы противостоять идиотии. При этом не можем не отметить, что сам карантин – это довольно взвешенное и правильное решение. С одной оговоркой, что он, как оказалось, действует избирательно, особенно в отношении бизнеса. И ведь недовольство людей, которые больше месяца сидят на карантине без доходов, можно понять. Поскольку они не понимают, почему толпиться, покупая продукты в любом супермаркете, можно, а, например, ходить в обувные магазины, где поток людей, как правило, меньше, чем в условном АТБ, нельзя. Почему, в конце концов, такому массовому заведению, как Макдональдс, разрешено работать на выдачу, а какой-нибудь скромной кафешке с потоком 50 человек в день нельзя? Где объективность? Резюмируя, скажем, Зеленский и его правительство все больше теряют адекватность. Друзьям – все. Врагам – в данном случае народу Украины. Закон. Вот принцип, по которому начинают жить слуги народа. Последними, кто пытался так себя вести, были ребята с Донбасса, которые не гнали порожняк. Теперь, как мы знаем, они чалятся по всей балалайшной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова